А ты не из тех, которые такие вот ходят, а так вот открывают плащ, а там... Не-не-не. По какой формуле можно найти площадь круга? Площадь с какой буковкой там? П. П. П большая, П маленькая? Большая. Сейчас делим на 2, умножаем... Умножаем на скобку. Где? 2 плюс 1. Все, никто не подсказывает. Ну, получается, что там 3. Я задаю 5 вопросов, ты отвечаешь, получаешь бабосы за ответы правильные. Какой линией подчеркивается определение? Одной, прямой. Всем здравствуйте, меня зовут Жека, это канал Негодяй ТВ. Сейчас я снимаю сумасшедшее шоу, которое есть в этом ютубе. Оно называется... Как называется это шоу? Негодяй ТВ? До шоу, ребята, идите сюда. Моя девушка хотела именно попасть к тебе на шоу. Нет? Нет, в принципе, все равно. А, офига ты такой крутой. У меня не крутой, просто, ну... Ей нравится, а чтобы подарить, так сказать, подарок, нашли тебя через твои сторисы через... Это я и предложил, ну, наверное, да, сказать, напиши ему, скажи, где он, мы приехали, и ты ответил ей в сторис. Как тебе причесон? Честно, ответил ей? Конечно, отвечаю, честно. Очень нравится. Очень. Я тебе всем покажу, что я делаю. Очень нравится причесон, такое же хочу, правда, не хочу. Что-то хотел сказать, я из башки вылетела. А, значит, тебе мои видосы не нравятся. Не то, что не нравятся просто. Терпеть их не можешь. Как надо? Надо больше денег. Да откуда брать денег? Ты же блогер, ты же в интернете. Знаешь, сколько я получу за монетизацию денег в месяц? Ну да, интересно. Сейчас просмотров мало? Тысяча двадцать пять. Это с одного видоса? Нет, со всех. Со всех видосов? Со всех видосов. Если будет реклама, если будет реклама, кто-нибудь закажет рекламу. Ну, дай боже. Я бы с удовольствием пять давал, десять. Разыгрывал автомобили, квартиры. Будут, все будет. Сейчас на бачок или это самое, или тут трепыхнуло? Не разобрался, но он причесон только вышел из этой. Я не понимаю, ты сейчас серьезно или играешь? Кого я играю-то? Ну, для публики. Общаемся? Мы простые люди. А я золотой. Какой линией подчеркивается определение? Одной, прямой. Подожди. Ну, просто определение. Определение. Ты же отличница. Ну, я не буду пока, ладно? Пока не надо, еще раз. Неправильно. Вспомни, какие линии есть. Пунктирная, волнистая. А две черточки есть? Две есть. А чем мы двумя черточками подчеркиваем? От обратного идей. Сказуемое. А сказуемое-то что? Ну, хватит. Не знаю. Одной черточкой там еще, что там? Май-ва-на-джа. Мияги, иди сюда. Как тебе Мияги? Ну, нормально. Пироговое направление, да? Понятно. Шарик. Викусь, ну, что там? Волнистый. Правильно же, волнистый? Ну, да. Хрит, что там в этой википедии напишут? Я, ты думаешь, знаю все эти ответы. Как называются одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова? Что, тоже не знаю? Еще раз. Пишут их одинаково, но они разные по значению. Вот, например. Замок. Да? Замок и замок. Какие еще есть слова, которые пишутся одинаково? Ну, какие-то есть слова, это сто процентов. Как они называются? Как называется вся эта лабуда? Подержи, пожалуйста. Пока отвечаешь, что есть. Я даже тебе не подскажу. Не подскажу. По-русскому трояльгу. Дели-дели. Антонимы, аммонимы. Так, что говоришь? Антонимы. А что еще говорила? Аммонимы. Поехали. Поехали. Куда поехали? Дальше. По какой формуле можно найти площадь круга? Площадь с какой буковкой там? П. Угу. П. П большая, П маленькая? Большая. Площадь, да? П равно... А если это периметр, да? Это же периметр. Да? Наверное. Ну да. Викось. Площадь круга. Какая там формула? Ратиш, иди сюда. Нужна помощь твоя. Сейчас помощь твоего ковбой. Я не знаю. Ты... Геометрия не знаю. Ты будущий блогер, ты так сказал, да? Да. Что ты будешь снимать? Футблогер. Футблогер. Футблогер у нас... Нет, теперь квадратный. Буквка S. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Как там нужно? Ну иди сюда, помоги нам. Не знаешь? Это же не Мияги. Че ты? Ну, поэтому я не знаю, наверное. Вот я надену два крыла, и ближе ты. И ближе ты. Не знаю. Меня любовь оторвала от суеты. От суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так... Я не в голосе. Как не в голосе? Мы хотим косарь сегодня поднять, не в голосе. Ну, мы вчера оставили десятку в ресторане. Никой косарь. Все, вы тогда проиграли, ешкин-код. Блин, зря сказал. Поем. Пусть людям крыльев не дано, но так легко. Мои плеча... Я в жалобе буду стараться? Нет. Уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Нормально? Ну ладно, хрен с ним. Давайте засчитаем. Подглядывай сюда ковбой. Итак, пятый вопрос. Отвещая на него, ты становишься обладателем тысячи рублей и победителем в этом шоу. Какой город является столицей Португалии? Португалия. Должна знать. А ты что, прям знаешь? Есть один вариант. Ну понятно. Покидай какие-нибудь варики. Можно я скажу? Нет, конечно. Ну ладно. Ты уже подсказал один раз. Пер, квадрат, хватит с тебя. Совести надо же тоже иметь. Ну-ка, сарж. Тем более. Португалия. Ну сколько мы будем молчать? Ну что, какая неинтересная. Какая буква? Что? Подсказка. Последняя буква? Последняя буква Н. Посерединке есть буква Б. Не знаю. Сейчас. Сдаешься? Нет. Не будешь сдаваться? Нет. И что, мы тут до вечера будем стоять? У нас отпуск еще два дня. А у меня аккумулятор может сесть. Я сегодня только один взял с собой. Все серьезно, ребят. Португалия, блин. Н, Б. А буковка Б, Н. Ну хорош-то. Просто твои слова повторяются. Мало ли что повторяешь. Не серьезно себя ведешь, ребят. Москвичи тут приехали. Поехали. Понаехали, блин. Мы отдыхаем. Лиссабон. Поживали патроны, своро с дураками на ножа. Да, на шоу-то. Не парься. Коронавирус и дела. Целоваться не будем. Так уж и будет. Чпунгс. Амигос. Привет. Подойди к нам. Вот будем сейчас с ним общаться. Давайте, спасибо, ребят, что приехали. Братиш, там случайно у тебя не пистолет? Нет. А ты не из тех, которые такие вот ходят, вот так вот открывают плащ, а там? Нет, нет, нет. Как тебя зовут, брат? Илья. Илюх, у меня шоу в Ютубе. Я задаю пять вопросов. Ты отвечаешь, получаешь бабосы за ответы правильные. Давай поучаствуем, елки-палки. Ну давай. Давай на фоне туалета. Потому что на фоне церкви и на фоне этого дерева мы уже стояли. Так, Илюш, все, встаем здесь вот. Нормально? Да я в очках не вижу никогда. Ну, так себе, да? Прочь в солнце, да. Давай так встаем. Чего, твоя башка влезает? Это очень высокая. Слушай, все влезает. Да, все влезает. А себе будешь чем-нибудь говорить? Ну, саунд-дизайнер. Устраивал саунд-визуальные перформансы. У меня на лайве подключена программа, где написание музыки или другой программы, которая создает, генерирует графику в реальном времени. В зависимости от того, что я играю, графика меняется в реальном времени. На тебя посмотришь со стороны, сразу видно, что ты перформанс, и там дизайнеры, и все дела. Это серьезно говоря. Круто. А тебе сколько годов-то? Да много. Ну, с виду 24-28. Ну, где-то так, да. Разве это много, братан? Мне 33, посмотри на меня. Я как, 19-летний поросенок, да? Есть такое? Ну, есть. Я секси? Да, я знаю. Новый причессон, брат. Как тебе, кстати? Нормально? Нормально? Нормально. Так, что там? Вопросы дайте, говорил. Ну, давай. В каком слове пишется две буквы Н? Слова. Да. Обеденные. Да, хорош, хорош, я сейчас тебе слова дам. Ветреный день. Ну, кажется, что... Нежданный гость. Раненый боец. Юный парень. Раненый боец. Раненый боец. А что, юный парень, ты думаешь прямо одно Н? Ну, да. Что ты взял? Ну, просто так взял. Такой ты вообще лихач. Ветреный, типа одно Н. Да, да. С чего ты взял? Ну, просто... А нежданный прямо одно Н? Да, да. Ты не хочешь участвовать в моем шоу, что ли? Да. Серьезно, не хочешь? Почему? Участвую уже. Итак, мы убираем два неправильных ответа. У нас остается... Юный парень и нежданный гость. Короче, это тот ответ... Ну, нежданный, нежданный гость. Пусть будет с двумя Н. Второй вопрос. Чему равен х в данном уравнении? 16х минус 6х равно 2. Кошмар какой. 16х минус 6х равно 2. В уме? Дай-ка быстро. 30. Это ты как посчитал? Давай, считай. Ой, не, неправильно. Какой 30? 16х минус 6х равно 2. Х нам надо. 20, 20, 20. 16 минус 6? 16 плюс 6 минус 2. Погоди, 16... Мы переносим же. Кого? Ну, цифры в одну сторону, и х в другую. Ну? Ну. У нас уравнение? Да, 16 плюс 6. Какое уравнение? Напомни мне. 16х минус 6х равно 2. Равно 2, да. И давай поэтапно как-то... А, минус... Нет, 16х минус 6х. Ага, так 16, получается, не понимаю. Не-не-не, я не понимаю. Ну, давай. Ты все верно сказал. Иксы в одном месте, двушечки в другом. 16х минус 6... 16х минус 2, нет. Ой, запутал ты меня, конечно. 16х минус 6х сколько будет? Ну, это будет 10. 10х? Да. Равно 2. А, мы же минус ставим при переносе... А потом х равно... Ага, да, да. А у нас х равно, что мы делаем? Да, да, 12, 12. Подожди. У нас 10х равно 2. А, да, да, да. Как узнать х? Переносим. Переносим 10, переносим 2 плюс... А минус 10 будет. Или плюс 10. Мы делим. Делим? Делим. Брат. Ну, не помню, что... Ну, давай, дели тогда. Ну, если делить, то 5. 10х равно 2. Получается, х равно 2 на 10. А, 2 на 10, того. Ну что, дорогие телезрители, давайте засчитаем нашему участнику этот ответ. А почему нет? Ну... Молодой дизайнер... Как это слово это? Саунд дизайнер. Саунд дизайнер. Второе слово тогда было. Модное слово тогда было. Аудио перфоманс. А какой перфоманс? Поддержим молодого дизайнера аудио перфоманса. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Закону притяжения. Закону Кулона, Закону Ньютона, Архимеда, Пифагора. Ньютона, получается. А Пифагор просто так вот придумывал свои законы. Ну, ну, я не знаю. Может быть, он другие придумывал. Я не уверен. Ну, Ньютон же, ему же упало яблоко. И чего? О, эта гравитация. Одно заряженное тело к другому. Заряженное тело. Заряженное, чем заряженное. Кайфом, брат. Ну, смотри. Кайф, зарядил энергию, был. Пошел, присоединился сразу же к другому незаряженному телу. Так это, смотри. Это как магнит. Планета же притягивает. Плюс, минус, плюс, минус. А, как магниты? Типа, да. Минус к плюсу, плюсу к минусу. Там Пифагор, Ньютон, кто еще были? Архимед, этот, кулон. Нет. То, что кулончик вот одеваешь наши красные там. Я не помню, что кулон было. Боже, мастер какая-нибудь. Да, Пифагор тоже не помню. Помню только про Ньютона. Итак, у тебя есть подсказка вон той симпатичной девчонке. Давай? Да. Давай замутим? Давай. Девушка, нам нужна ваша помощь. Срочно подскажите нашему участнику. Что нам подсказать надо? Ну, там типа заряженные частицы притягиваются. По какому закону? Там Пифагор, Ньютон, кулон. И кто еще был? Как вас зовут? Александра. Александра. Можно не участвовать? Просто подскажите, он идет на очень большую сумму, всего лишь тысяча рублей. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Закону Кулона, Ньютона, Архимеда, Пифагора. Ньютона. Нет, нет. Другое, скажи слово, скажи другое слово. Скажи другое слово, Александра. Какой? А у тебя что там такое сейчас висит? Кулон. Кулону. Кулону? Кулону. Саш, спасибо тебе большое. Ты куда путь-то держишь? Домой. Ну, слава богу. Откуда? Из учебы. Прекрасно. А где учишься? В ветеринарной академии. Слушай, я так и дома. Ну, скажи спасибо. Спасибо, Саш, спасибо. Спасибо, пока. Кайф, да? Да. Признаться, первый раз услышал об этом кулоне. Да, да. Тоже. Да? Да. Я помню, что Ньютон там высчитывал, как по орбите двигаемся, всякое такое. Типа там закон тяготения. И то, что большие звезды протягивают другие большие звезды. Ну, чем больше объектов вселенной, тем сильнее у него сила протяжения. Ну, я вижу, ты соображаешь. Четвертый вопрос. Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я. Ты ничего мне не говори. Двери открой, меня пусти. Я расскажу, как искал тебя. Это не сон, здравствуй, это я. Крепко меня ты обними. Двери на все замки запри. Я не исчезну никуда. Просто скажу, здравствуй. Это я. Здравствуй, это я. Пусть солнце весною согревает нас с тобою. Пусть счастье, как море, нас накроет теплою волною. Ты рядом со мною. Прикоснись ко мне рукою. И слезы не скрою. Через столько лет мы опять с тобою. Кто поет? Вообще не представляю. Я русскую музыку не слушаю. Я вообще музыку не слушаю. Я очень много делаю. Некогда слушаю. Ты же аудиосаунд маун. Да, да, да. Но с большим опытом, лет 12. Поэтому меня очень сложно удивить какой-то музыкой новой. И в основном я именно делаю, синтезирую, что-то придумываю. Ты назови его. На-на-на. На-на-на-на. Чай вдвоем что-нибудь такое? А он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. К сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А это этот. А тебе. Руки вверх. Наконец-то. Руки вверх. Руки вверх. Откуда ты высунулся? Сибиряк, да? Да. Последний вопрос. Ответив на него, ты являешься победителем этого шоу и получаешь приз в размере 1000 сестерцев. Сколько пар хромосом в геноме здорового человека? 23. Правильно я понимаю, что накоточки у тебя накрашены? Да, да. А я, короче, подумал, что... Я еще с мейком хожу, но у меня сегодня нету просто бородой. Я подумал, что у тебя ты молотком дал по пальцу, и у тебя он черный. А потом я смотрю, офигеть, а почему так плохо помазанное? Это стиль, это стиль. Это хаос. Хаос. Да, стиль. Тишина. Ну, рассказывай. Сейчас косарь вот я дам тебе. Куда ты потратишь его? На клавиатуру. Сто пудово на клавиатуру. Сколько стоит клавиатура? Ну, типа, около того и стоит, нормальное, да. Ну, на, косаречек. Воу, воу, спасибо, спасибо. Да, на здоровье. Слушай, а ты знаешь канал Слушай? Нет. Прям так и называется Слушай. Короче, не хрен знает, знаете вы или нет, есть в Ютубе новый канал Слушай. Туда приходят разные чуваки и рассказывают истории. Ну, Олечка, хотела я бразильскую попку, а сейчас я не влезаю в свою кожаную любимую юбку, понимаешь? Ну, я не жалуюсь, я хвастаюсь. Ну, такое, да, бывает такое. Тед Толкс. Знаешь, что такое Тед Толкс? Слыхали Тед Толкс? Это бомба. Я всю жизнь хотел выступить на Тед Толкс. Писал этим сволочам. Нет, нет ответа. Сейчас я пишу, слушая вот этим ребятам. А у них тоже, у них все классно снято. Просмотров нету на самом деле ни хрена. Я говорю, ребята, возьмите я любую историю в лампашу, гениально просто. Ваши зрители заслушиваются. Ни ответа, ни привета, представляешь? Я специально в описании вставлю канал этих засранцев. Напишите им в каждом видосе. Что же вы не хотите, чтобы Евгений в вашем шоу в этом поучаствовал? Ну, совесть у вас есть? Да, давайте, давайте. Коменты, комменты, лайки. Ну, пастик, завалите их этими комментариями, чтобы они меня пригласили на свое шоу. Безобразие просто какое-то. Все, я пойду. Да, все у тебя будет стадом. Да. Главное, главное. Пиши, пиши там любовные смс-ки давай. Тусовочка стоит там, конечно, знатная. Свадьба какая-то. Пойду-ка я к ним. Свадьба у вас тут, ребят, да, по ходу дела? Да. Никто не хочет поучаствовать в моем сумасшедшем шоу на ютубе. Что называется канал? Все стесняетесь, что ли? Не знаю, что вы еще шампусик и не бахнули, я не могу понять. Как называется канал? А это обязательно знать тебе нужно? Зачем? Мне нужно знать, что меня снимает. Негодяй ТВ называется мой канал. Негодяй? Негодяй. А ты жених, да? Да. Я не думаю, что вы такие скучные ребята, конечно. Только начало свадьбы, да, по ходу дела? Да. Да? Это школьные вопросы восьмого класса. Я вообще, я смотрю эти передачи и никогда не знаю ответов. Елена, Елена, не, все вместе не разрешаю, нет, нет. Во-первых, кто ответит на пять опросов, получит приз денежный. Поэтому отвечает только один человек. Да, рассказывай. Да я тупая. Ой, сколько ты еще, ребят. Давай, давай. Я буду тебе подсказывать. Сань, давай. Ты на уху мне шепчите. Никаких ушей, никаких подсказок, никаких. Сумасшедшая сумма разыгрывается. Угадай, сколько? 500 рублей. Тысяча. Уравнение. О, нет. Да оно легкое, простое уравнение. 6 мы делим на 2, умножаем на скобку. 2 плюс 1. Сколько это будет? 6 делим на 2, умножаем на скобку. Где? 2 плюс 1. Все, никто не подсказывает. Ну, получается, что там 3. 6 мы делим на 2, умножаем на скобку. Можно я запишу? Давай, давай, записывай. Скобка первая, это понятно, это я помню. Все, равно сколько. Ну, типа. Давай. Блин, сложно. Ну, как? Ну, 6. 9, 9, 9, 9. 9? Браво, аплодисменты. Аплодисменты. 9, 9. Кайф. Кайф. В чем измеряется частота переменного тока? Погугли пока обратишь, а то я тоже ответа не знаю. В герцах. Герц? Гуглините, а. Честно, сам не знаю. Это, честно, я знаю. Герцах, да? Ты физик, да? В герцах? Да. Поверю вам, хорошо? Какой химический элемент обозначается? Говорите. А это артуч. Ай, кайф. Молодец, аплодисменты. Хлопаем в ладоши. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал. Смотри, вот слава. Зеленый лист твой я тебя целовал. У ночного огня я тебе подарил. Буду половинку себя. Свет далекой звезды. Песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, шептала слава. Ты не верила мне, но любила меня. Я оставил с тобой. Ту-ду-ду-дун, половинку себя. Это был какой вопрос? Пятый или четвертый? И пятый вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь подарок. Кто автор картины? Ой, все, пока. Ну, нет, Наташ, я... И так, смотри, смотри. Так, э, куда А? Б? Давай. Никто не смотрит сюда, кроме Софи, понятно? Итак, и так, и так, и так. Этот мужик постоянно рисовал вот все, что связано с морем, с волнами. Альвазовский. Да, все, все. Аплодисменты. Что-нибудь говори зрителям, передавай привет мужу. Так, что там на сегодня? Мужик, подстань сюда. 8 октября 2021 года у нас... Что у нас там? У нас свадьба. Да, у нас... У тебя сплошные бонусы. Да, представляете? В общем, я очень сильно нервничаю, особенно перед этой потрясающей камерой. Надеюсь, смортирует меня красиво. В общем, да, желаю всем участвовать в классных конкурсах, хорошо проводить время и соглашаться на всякие авантюры. Спасибо вам большое, да. Ну, ломались вы очень долго, конечно, очень долго. Да. Короче, такая история, рассказываю. Есть канал в ютубе, называется Слушай. Представляешь? Слушай. Да, я знаю, да. Серьезно? Да, я видела. И что ты там видела? Сейчас, я... Стоп, или смотри. Нет, или смотри, или слушай. Слушай, слушай. Да. В чем прикол? К ним приходят люди разных профессий и рассказывают истории. А, да, конечно, я смотрю. И я хочу тоже поучаствовать в этой движухе. Попросим этих ребят, чтобы они меня пригласили. Как вы зовут? Женя зовут меня. Женя. Позовите, пожалуйста, Женю. Он вам расскажет, каково это, общаться с людьми на улице посторонними. Я могу много. Вы, короче, мои шоу не смотрели, да? У меня шоу называется простым языком. Хорошо. Бомбочка, сумасшедшая. Ребята, ну кто здесь? Роскошь. Смотрите эту роскошь. Потом попадете к Дудю. После. Все правильно говоришь. Шоу сейчас заканчивается. Что там в конце обычно эти блогеры, эти гады говорят? Подписываемся, ставим лайки. Да, лайки, там, комментарии, все это. Комментарии, активность повышаем. Все каналы, вот мои, которые есть в описании, все есть, подписываемся. Этим товарищам, слушай, напишите им, как положено все, чтобы они как красиво делали, правильно? Пригласили человека, да? Ну вот такая скромная толпишка собралась, да? Вот смотрим, смотрим, кто здесь. А ты где был все это время? Я ходил в туалет. С таким причесованным. Как ундрил, да, судя, потому что у тебя не было 40 минут, блин? Всем до свидания, хорошего вам. Ой, ай-яй-яй, смотрит она. Ну что, нормально все там? Настоящая ловая. Сейчас я скажу, я скажу. Давай, соображаешь в этом? Давай, давай, давай. На свет, на свет. Да я соображаю поеду. Какой-то жулик подошел, снял нас на видео и дал нам деньгу ненастоящую. Нет, нет, настоящую. Нормально? Да. Нормально все? За бесплатно. Что, где будете сегодня тусить-то? Да, в ресторан. А что здесь, что здесь, очень долго вы здесь спасетесь, что здесь происходит? Мы ждем время, время у нас, когда ЗАГСа. Мы фотографируем, у нас куча родственников, пока всех соберешь. Где будет вечеринка? В ресторане грузинском. Ну, не такое, семейный ужин у нас. А, нет, нет. Семейный, все друзья по домам, да? Это близкие и друзья, нет, друзья с нами, да. Ну, нормально. Ведущий есть там у вас? Нет. Хотите, я буду ведущей? Нет, у нас вот женщина в пиджаке, вот она отчасти наш ведущий. Ребята, если вам нужен ведущий, это я, ребят, конечно. В любой город, в любую страну платите мне бешеное. Почему бешеное? 50 тысяч рублей, всего лишь, все удовольствие, и я проведу любую свадьбу. Нормально? Все. И не только, корпоративный юбилей, все это хелли, да. А теперь мы отправляемся фотографироваться. Все, да, я тоже ухожу. Спасибо, пока. До свидания, до свидания. Маккунга! 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 Маккунга!